Фармакологическая школа нашего университета Фармакологическая школа нашего университета Это, конечно, плоть от плоти фармакологической школы Санкт-Петербурга, России И все годы существования Первого медицинского института, Первого медицинского университета это всегда было одно из важнейших направлений медико-биологических научных исследований в нашем университете. Но вот в 1994 году, когда наш первый медицинский институт преобразовался в Санкт-Петербургский медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова, то появилась юридическая возможность оформить те лаборатории и кафедральных научных сотрудников кафедры фармакологии и клинической фармакологии в коллектив научно-исследовательского института, который в последующем стал носить имя профессора Бальдмана. Нужно сказать, что формирование в медицинском университете научно-исследовательских институтов – это, с одной стороны, признак того, что это исследовательский университет, а, с другой стороны, это абсолютно необходимое условие для перманентного обновления знаний и учебных программ, которые возможны только тогда, когда в коллективе существуют практикующие ученые, которые самостоятельно занимаются самыми современными научными исследованиями, получают результаты, внимательно отслеживают все самое новое в мире и самым естественным путем приносят это в свои учебные программы, в кафедральные совещания, коллективы, которые, по сути дела, постоянно обновляются. Поэтому, конечно, создание научно-исследовательского института фармакологии в Первом медицинском университете, конечно, это залог того, что наша школа фармакологии всегда будет конкурентоспособной. В ранние послевоенные годы Василий Васильевич Закусов сформировал то научное направление, которое сохранилось в Институте фармакологии до настоящего времени. Оно было сформулировано в замечательной книге Василия Васильевича, которая называлась «Фармакология нервной системы». Артур Викторович Вальдман продолжил развивать это направление и обращал особое внимание на фармакологию боли и лекарственной аналогезии. Артур Викторович был пионером в нашей стране психофармакологии, фармакологии поведения. В его период наиболее яркими научными звездами были в области нейрофармакологии Александр Иванович Шаповалов, Геннадий Васильевич Ковалев, а также ныне здравствующие Валерий Павлович Лебедев, Эдуард Бениаминович Рошанян, фармакологи второго поколения Вальмановской школы, Юрий Дмитриевич Игнатов, Виталий Александрович Цирлин, Алексей Ирландович Грантень, Алексей Федорович Медведев, Александр Иванович Зайцев, Юрий Николаевич Васильев, Александр Владимирович Дмитриев. В части фармакологии поведения начинали работу Марина Михайловна Козловская, Юрий Алексеевич Белозерцев, Ваш покорный слуга. Это были работы в области фармакологии эмоций, лекарственной зависимости. Из фармакологов уже третьего поколения это были Борис Владимирович Андреев и Владимир Павлович Пашивалов, которого я хотел бы особо выделить талантливейший молодой ученый, к сожалению, рано ушедший из жизни, который, по сути, был пионером этологической фармакологии в нашей стране, издавал очень интересные книги о фармакологической регуляции внутривидового поведения, будучи прекрасным художником, подготовил атлас фармакоэтологии. И первый директор института, Юрий Дмитриевич Игнатов, продолжил, подхватил те научные направления, которые достались в наследство от Василия Васильевича Артура Викторовича. Хорошо известны работы Юрия Дмитриевича и его учеников, в первую очередь, Александра Фанасьевича Зайцева, в области фармакологии боли, в частности, концепция адренергической аналгезии, в разработке которой принимали участие также и сотрудники других кафедр университета, в том числе Виктор Иванович Страшнов, Эдар Карпчаев и Мазян, Владимир Анатольевич Волчков, Михаил Михайлович Соловьев. Отдельным направлением стало изучение цифологии, в частности, мигрени. И здесь, под руководством академиков Игнатова и Скоромца, большой вклад в развитие этого направления в лесни, Александр Витальевич Амелин, и нынешний руководитель отдела нейрофармакологии Алексей Юрьевич Соколов. На протяжении уже, наверное, порядка 15 лет мы занимаемся изучением проблем головной боли. И сравнительно недавно к этому присоединилась еще история, связанная с изучением висцеральной ноцецепции. В рамках данной конкретной лаборатории мы можем проводить экспериментальные электрофизиологические исследования и изучать нейрональную активность различных интересных нам структур мозга. А также можем производить, я это называю, вазовизуализирующие исследования. То есть мы можем оценивать различные сосудистые или вазомоторные реакции как с помощью метода прижизненной микроскопии, так и с помощью ультразвук или отраженной фотоплитизмографии. Интересной работой выполнялись Анатолием Ивановичем Вислобоковым электрофизиологические модели, позволявшие оценить функцию ионных каналов. Институт фармакологии был ведущей организацией, которая создала отечественный бупринорфин, бупронал и еще два препарата на его основе, один из которых был зарегистрирован. Клиническое исследование комбинированного опиоидного анальгетика, содержащего сильный опиоид бупринорфин и блокатор опиоидных рецепторов на лаксон. Ну и известно, что наркозависимые часто растворяют даже таблетированные препараты и добавление аналаксона способствует тому, что вот этот кустарно изготавливаемый раствор становится неэффективным с точки зрения развития эйфории. Артур Викторович Вальдман любил говорить о том, что мы занимаемся физиологической фармакологией, подразумевая, что должны изучать физиологию процесса, патофизиологию возникающих нарушений, определять направление фармакологической коррекции и мишение фармакологического воздействия. Вот в отделе психофармакологии экспериментальные его лаборатории как раз занимаются созданием экспериментальных, как мы говорим, трансляционных моделей. Работа ведется по разным направлениям и с использованием разных методов. Это отдельный пласт оценки болевой чувствительности и аналогетического действия фармакологических агентов. Это оперантное поведение, которое позволяет оценить когнитивные способности животных, оценить обучение, память и так далее. Это работы, связанные с оценкой аддиктивного потенциала лекарственных веществ. И это оценка влияния фармакологических веществ на различные формы патологического и нормального мотивированного поведения. В принципе, у нас стоит вопрос еще очень серьезный о повышении качества научных исследований. И очень много сил отдается тому, чтобы унифицировать работу, чтобы контролировать ее разные стороны. Нам так повезло в свое время, когда Антон Юрьевич Беспалов возглавил отдел фармакологии в компании Эбвия. У нас появились новые возможности, и мы продолжили наше исследование вместе с ним. Но если брать такие настоящие вещи, которые мы относимся к нашим достижениям, то, наверное, это работа со студентами СНО. Ну, сейчас мы начинаем работу над систематическим обзором, который будет приурочен к выходу нового клинического исследования на базе лаборатории. Клиническое исследование посвящено обезболивающему действию низких доз нолтрексона у ВИЧ-инфицированных людей, страдающих алкогольной зависимостью и в прошлом страдающих зависимостью от опиоидов. Фармакология, наверное, интересна многим студентам по той причине, что на данный момент это один из, наверное, двух доминирующих подходов в терапии разных форм патологии. Помимо хирургии, в общем, медикаментозная терапия, наверное, остается наиболее доступной как для врачей, так и для пациентов. Основная задача того, что мы делаем в рамках работы СНО, это, наверное, подготовить будущих врачей или ученых, экспериментаторов к критическому чтению литературы. Отдельно нужно отметить работу клинической лаборатории отдела психофармакологии. Это отдел лаборатории возглавляемой Евгением Михайловичем Крупицким и Еленой Андреевной Блохиной, которые, по сути, создали новую медицинскую технологию, метод противорецидивной терапии опиоидной зависимости с помощью препаратов-антагонистов опиоидных рецепторов пролонгированного действия. И первые наши исследования были связаны с пероральным нолтрексоном, с которым было много проблем приверженности терапии. Самым эффективным способом что-то сделать с проблемой плохой приверженности терапии пероральным нолтрексоном были пролонгированные лекарственные формы, имплантированные и инъекционные. И вот эти исследования, пожалуй, принесли лаборатории мировую известность. Мы оказались лидерами в этом направлении в мире. Статьи были опубликованы в ведущих медицинских журналах, включая The Lancet, American Journal of Psychiatry, Archive General Psychiatry и другие журналы. И вот были и другие. Мы довольно много занимались коморбидностью зависимости от опиатов и ВИЧ-инфекции, поскольку это тоже очень острая проблема и социально значимая. Нашими усилиями нолтрексон был введен не только в российскую, но и в мировую наркологию. И вошел в руководство международное и стандарты лечения зависимости от опиоидов, которые выходят под эгидой Управления по наркотикам ООН и Всемирной организации здравоохранения. Была награда Национального института наркомании США. Была премия Галена, а это как раз за исследование коморбидности. Была государственная премия правительства Российской Федерации. Ну, именно из-за того, что, да, наша лаборатория называется лабораторией клинической фармакологии. И тот бэкграунд, который у меня есть, я врач-психиатр-нарколог с практическим опытом, ну, работая в городской наркологической больнице, именно поэтому мне близка именно вот эта клиническая работа с пациентами. Естественно, мы работаем с пациентами, у которых имеется аддикция, это с опиоидной зависимостью, с негативной зависимостью. Мы пытаемся помочь им в решении этих вопросов. Есть исследования, которые мы провели как пилотные, и на основании данных, полученных в этих пилотных исследованиях, у нас запускаются следующие проекты, то есть это некий следующий этап. В частности, сейчас исследования с хронической болью у ВИЧ-инфицированных, которые, я думаю, что тоже даст свои плоды. В середине 90-х годов усилиями в основном Александра Фанасьевича Зайцева, Олега Ильича Карпова, было инициировано направление исследований в области фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики. Затем эти исследования продолжил Михаил Владимирович Пчелинцев, и особенно энергично они стали развиваться с приходом на кафедру клинической фармакологии и доказательной медицины Алексея Сергеевича Колбина. В 1941 году впервые была публикована такая книжка, она называлась «Клиническая фармакология». Эта книга была рождена таким автором, как Гудман, и считает, что 1941 год – это год рождения клинической фармакологии в мире. В 1984 году курс клинической фармакологии при кафедре фармакологии один из первых в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Если мы говорим про науку, мы, в общем-то, такие, в общем-то, свободны, да, как научное направление. И, конечно, этими направлениями это является фармакоэпидемиологические, прежде всего, исследования. В городе у нас есть такой опыт, такие работы мы осуществляли. Мы делали фармакоэпидемиологическое исследование, используя антимикробных средств для территориального фонда обязательного медицинского страхования. Помимо фармакоэпидемиологических исследований, второе научное направление, чем занимается кафедра, то это фармакоэкономические исследования. Мы являемся, наверное, в третьей, четвертой такая научная группа в России. Ну, это примерно раз в неделю у нас одна статья опубликуется. У нас еще одно есть направление, для нас крайне важное, крайне интересное. Это практическая такая работа клинических фармакологов. В настоящее время в отделении два врача, клинических фармаколога. И основная наша задача – это рационализация фармакотерапии в подразделениях университета. И мы, можно сказать, стояли у истоков создания кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины, которая была создана Эдвином Эдуардовичем Звартау в 2008 году. И вот сейчас, с подачи Эдвина Эдуардовича Звартау, мы создали, ну, уже больше 10 лет назад, мы создали такой вот отдел фармакоэпидемиологии биомедицинской статистики. Основная область интересов – это, конечно, вот большая часть такая глобальная – это наркология, в которой достаточно сложные, есть очень сложные аспекты статистического анализа, и там есть большие проблемы с пропущенными данными, с нерешенными задачами чисто математического плана. Однако, помимо всей этой работы, мы занимаемся еще консультированием аспирантов. И поэтому основная задача наша – объяснить молодым ученым, как правильно планировать исследования, как правильно собирать данные, как создавать новые базы, как с этими базами работать. Те задачи, которые у нас сейчас есть, мы решаем. Хотя, конечно, очень хотелось бы решать задачи более широкие. Есть такое понятие, как «real world data», то есть данные реального мира. Анализ клинических исследований – у них ограниченное количество пациентов. А вот «real world data» – это то, как работают фармакологические препараты, медицинские технологии в реальном мире. И, соответственно, здесь уже это сбор, проспективный сбор регистров. В моей лаборатории работают два научных сотрудника, две молодых, талантливых женщины, которые активно занимаются научными исследованиями в области боли. Одна из сотрудниц, Гончарова Екатерина Викторовна, она занимается проблемой обезболивания у детей с онкогематологическими заболеваниями, и детей, которым в связи с этими заболеваниями была проведена операция по трансплантации костного мозга. А вторая сотрудница, Ваганова Юлианна Сергеевна, она занимается проблемами неврологических заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом. Вместе со мной ее исследование возглавляет профессор кафедры неврологии нашего университета Амелин Александр Витальевич. Я работаю в научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой, врачом-анестезиологом, а также являюсь научным сотрудником лаборатории клинической фармакологии и терапии боли Института фармакологии имени Вальдмана. Я занимаюсь лечением боли у пациентов всех возрастных категорий. Индивидуальный подбор терапии осуществляется в том числе с использованием методики анальгезии, контролируемой пациентом. При этом подбор терапии осуществляется с учетом соматического состояния пациента, его основного заболевания и причины, вызвавшие боль. Эта работа, помимо клинической, является еще и научным исследованием, результаты которого лягут в основу написания моей кандидатской диссертации. Неделя мозга в Санкт-Петербурге – это есть международная инициатива, которая стартовала после предложений Международной организации нейронаук и Федерации европейских организаций нейронаук. Это своего рода такая сетевая система популяризующих нейронауке лекций, которая проводится примерно в одно и то же время. Это мероприятие имеет свою нишу, свой определенный формат, который бы я обозначил как научное просветительство в лучших традициях российской науки образования. И можно сказать, что это уже традиционное мероприятие, традиционный форум, который открывает в нашем университете научную весну. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, прежде всего я хочу сказать, что мы действительно очень рады, что уже стало такой доброй традицией проводить открытие недели мозга именно в нашем институте, институте физиологии имени Павлова, здесь, на набережной Макарова. Наши сотрудники регулярно принимают участие в неделе мозга в научных сессиях. Суммируя все сказанное, могу, наверное, подчеркнуть, что сегодня в университете сформировался уникальный кластер фармакологических подразделений, включающий в себя научные подразделения института и две кафедры, который работает совместно, творчески, дружно и может решать серьезные задачи экспериментальной и клинической фармакологии. С 1986 года, будучи сотрудником тогда кафедры неврологии, наши научные интересы пересекались с научными интересами кафедры фармакологии и с тех пор эта связь кафедры неврологии и кафедры фармакологии, институт фармакологии имени Артур Викторовича Вальмана, крепнет, развивается и надеюсь, что наше творческое сотрудничество, которое сейчас все больше и больше посвящено проблемам цифалгии, нейрофизиологическим механизмам исследования цифалгии, нейрохимическим механизмам исследования цифалгии и клинической апробации тех экспериментальных исследований, которые проводятся Алексеем Юрьевичем Соколовым, заведующим лабораторией в Институте фармакологии имени Вальдмана, будут интересны не только для отечественных исследователей, но и зарубежных коллег. Нашим первым партнером, первый грант, который мы получили, был Джордж Вуди, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета. Мы с Джорджем, практически все наши нелатриксоновые проекты, они были сделаны с Джорджем Вуди и его коллегами. Вторым нашим партнером, как раз по второму направлению, ВИЧ-инфекция и зависимости от алкоголя и от опиатов, был профессор Джеффри Саммит из университета города Бостона. Джеффри Саммит из университета. Джеффри Саммит из университета. Мини, Национальный институте о технице, партнер, who said there's some investigators who we would like you to meet over the phone and if you think they would work out well, we can meet them when we go to Russia. And Dr. Svartal and Dr. Krupitsky were both delightful, interested, asked good questions about the reality of collaborating internationally and we said, okay, let's meet them when we go to St. Petersburg. In the West, in the West, in Russia and abroad. And Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal. Is It is a similar event and is the first event that we would like to send here. And Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal, Dr. Svartal. I did not see a conference, such an extremely playful. And it is very difficult to translate. And Anton can not try to translate it. It's truly a wonderful person, who lives here. This is not just a conference, but like an especially cultural conference, В которой есть такой замечательный дух человечности. Потому что этот человек за довольно короткую на яркую жизнь сделал очень крупный вклад в научные исследования нашего университета. И не только нашего университета, я считаю, в этот вклад в мировую науку. Конечно, сейчас точно есть понимание у меня, у моих коллег о том, что кафедра обладает потенциалом для развития не только в рамках Первого медицинского университета, а на весь Санкт-Петербург. Наши планы касаются прежде всего продолжения исследования разных видов фармакотерапии химической зависимости, зависимости от алкоголя, от других наркотиков, зависимости от никотина. И развития и исследования новых методов терапии, прежде всего фармакотерапии, это наше основное направление. Было, есть и, я надеюсь, будет. Задачи, с которыми приходят аспиранты. Аспиранты приходят не только фармакологическими задачами, но и хирургическими, гинекологией, офтальмологией. И возникает такая проблема, что для того, чтобы разобраться, что люди хотят, надо понять вообще какие-то аспекты этой науки. Поэтому это очень интересная область работы. Требует активного действия и воспринимания новой информации. Основной интерес для меня лично лежит в области глутаматергической системы. И сейчас основной проект, которым я занимаюсь, посвящен разработке нового лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера. Но моя докторская, если речь идет именно о докторской диссертации, она явилась следствием примерно десятилетней работы, которая проводилась в тесном сотрудничестве, кстати говоря, с лабораторией кортиковесцеральной физиологии и института физиологии имени Павлова. И для меня стоял выбор уходить из первого медицинского института или найти себе какое-то альтернативное занятие, которое, с одной стороны, позволило бы мне реализовать те вещи, которыми я занимался, которыми меня научили здесь, а с другой стороны, позволило бы чувствовать себя комфортно. И вот таким вот такой областью для меня оказалась психофармакология. Я думаю, что это счастливое стечение обстоятельств, потому что на данный момент я очень счастлива, что у меня получился такой выбор и что удалось не просто помогать пациентам практической работы, а еще искать какие-то новые методы, способы, лекарства, которые помогли облегчить жизнь нашим больным. Мы наблюдаем пациентов до года. И, конечно, они к нам возвращаются и не употребляют. Даже для нас это огромная радость видеть пациента. Если он не употребляет уже в течение года, для нас это уже результат, да ино достичь той или иной ремиссии у него. So, you know, I enjoy, it's been a really good collaboration experience for me. And the work has paid off. It's helped, you know, I think it's helped a lot of people. Look, first, completing one project is a success. Being able to maintain a collaboration over 20 years is pretty remarkable. Я пришла сюда, и поначалу мне казалось, что я здесь не задержусь. Но встреча с Владимиром Павловичем Пашиваловым, молодым, талантливым ученым, который возглавлял отдел фармакологии, она, в общем-то, повлияла на мою дальнейшую судьбу. Отличает вообще людей, которые работают в институте фармакологии, это то, что вот они занимаются выяснением каких-то причинно-следственных связей. Институт фармакологии для меня лично, это, конечно, очень важное и, можно сказать, близкое моей душе учреждение, потому что я ученик Артура Викторовича Вальмана. И под его руководством начинал свои научные исследования, и будучи студентом СНО, а последующим аспирантом, ассистентом, доцентом и так далее. И, соответственно, когда образовался институт фармакологии, я сразу же стал заместителем Юрия Дмитриевича, директора института по научной работе, и старался продолжить те традиции, которые были заложены в научных исследованиях кафедры Артура Викторовича Вальмана. Наш научно-исследовательский институт фармакологии, он всегда был на таком самом передовом рубеже современных исследований, современных молекул, прежде всего в сфере обезболивания, нейрофизиологии, нейрофармакологии. Поэтому я от всей души поздравляю коллектив института, вот все фармакологическое сообщество с этой славной датой. Убежден, что институт фармакологии совместно с нашими кафедрой фармакологии, клинической фармакологии, со всеми научно-исследовательскими коллективами университета и дальше будут развивать это направление. Я убежден, что в эти дни пройдет успешная конференция, и институт будет отмечать и свое 50-летие, столетие. Я от всей души желаю успеха коллективу.